Обменялись сильными рукопожатиями в легкоатлетическом манеже спортклуба Металлург Магнитогорск прошел отборочный турнир по армрестлингу на кубок первичной профсоюзной организации группы ПАУММК. Победители вошли в сборную Магнитогорского металлургического комбината и примут участие в спортивном празднике корпоративной игры. Юлия Черешнева продолжит тему. Давай, вори меня. Ну быстрее, давай еще раз, быстрее. Олеся Тарасова запросто может дать фору некоторым участникам соревнований, ведь она серебряная чемпионка России и Европы по армрестлингу. Но сегодня не ее выход. Она пришла поболеть за своего супруга Михаила. Дома мы не тренировались. Вот хочу посмотреть, как у меня муж себя покажет, какой у него боевой дух. И от этого уже будем дальше идти. Раньше, да, пробовали. Ну, конечно, у мужа силы больше. Он же мужчина. Но вообще, да, когда занималась спортом, да, и парней, и мужчин борола, да, были такие инциденты, а не как так, как так. Ну, просто нужно заниматься, быть в строю всегда. Я вот решил попробовать. Как бы еще особо не тренировался. Вот, ну, просто случайно, честно говоря, узнавал про соревнования, поэтому не готовился. А вот Валерий Шпилевский – спортсмен со стажем. Он регулярно ходит в спортивный зал. Ведь для армрестлинга недостаточно иметь только сильные руки. Все тело должно быть тренированным. Говорит, у него своя тактика. Если берет руку соперника и чувствует, что он сильнее, лучше сразу сдаться и не бороться долго. Когда там стоишь и держишь руку соперника, сила противодействия его всегда чувствуется сразу. Ну, а выкладываешься оно полностью. Иногда победа достигалась мгновенно. Порой поединок растягивался на минуты, когда решающим фактором становилась выносливость. Судья не оценивает там красивую борьбу или заслуживает еще что-то. Нет, смысл судьи выявить сильнейшего, не хитрого, не смелого, не быстрого, а сильнейшего спортсмена, который имеет в том числе и характеристики силовой выносливости, выносливости, ну и скорость силовой выносливости. Всего в Кубке первичной профсоюзной организации по армрестлингу приняли участие 47 человек в четырех весовых категориях. Кубок у нас в преддверии первых корпоративных игр, которые состоятся в городе Магнитогорске в мае месяце. Планируется принять участие восьми команд с крупнейших металлургических предприятий России. Это Череповецк, Липецк, Новокузнецк. И профсоюз решил не остаться в стороне и провести отборочные соревнования, потому что очень много желающих участвует в корпоративных играх, но должен победить сильнейшие. И на этом Кубке они будут выявлены. Предстоящие корпоративные игры станут масштабным спортивным событием, посвященным 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. Семь видов стритбол, мини-футбол, стрельба, гонка на драконах, армрестлинг, который финальный будет заключительный этап на промышленной площадке планируем провести. Изюминка такая в всех этих корпоративных играх, именно на производственной площадке. Сейчас определяется, в каком месте именно будет проходить. Но это будет завершение всех этих корпоративных игр. По итогам сегодняшних соревнований лучшими стали Валерий Шпилевский в весе до 75 килограммов, Серегбай Баймухаметов в категории до 85 килограммов, Владислав Добрынин до 100 килограммов, а свыше 100 килограммов Илья Заленко. Помимо кубков и призов от правкома, они получили гарантированное место в сборной ММК на корпоративных играх. Юлия Черешнева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИМ.